Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Сьюзан Дэвид с книгой «Эмоциональная гибкость. Как научиться радоваться переменам и получать удовольствие от работы и жизни». Сьюзан завершающая гостья в трилогии обязательно к прочтению книг для тех, кто интересуется эмоциональным интеллектом. Две недели назад у нас был патриарх, человек, который зародил в общем-то дискуссию относительно необходимости развития EQ интеллекта эмоционального в противовес интеллекту рациональному Дэниел Гоулман с книгой «Эмоциональный интеллект». На прошлой неделе мы с Трэвисом Брэдбери разбирали «Эмоциональный интеллект 2.0». И вот сегодня «Эмоциональная гибкость» от Сьюзан Дэвид. Все три книги вошли в большую статью «Эмоциональный интеллект». Все о нем. Описание, книги, тесты, упражнения, которая была размещена на блоге проекта «Читай быстро». Ссылка, как вводится, в описании или в подсказках к этому видео. Можете ее найти в правом верхнем углу. Если вы вдруг прямо сейчас решили перейти по ссылке, то подпишитесь заодно на канал, пожалуйста, там жамкните на колокольчик. Никогда не просил вас об этом в начале видео, а тут вот чего-то решил вдруг. Сьюзан Дэвид. В интернете про нее известно не очень много. Она психолог, бизнес-тренер, которая более 20 лет отдала изучению эмоций. И на сегодняшний день это доктор философских наук, это психолог Гарвардской медицинской школы, той самой медицинской школы, которая рекомендует выпивать бокал сухого вина в день для поддержания хорошего настроения. Может, конечно, и нет, но разве же меня остановить. И поэтому, если вы слушаете подкаст не в первый раз, то знаете, что вместе с книгой я открываю бутылочку хорошего вина. Сегодня совершенно несвойственная 6 февраля 2020 года белая Австралия. Банракстейшн Шардоне, белое сухое, юго-восточная Австралия, 100% Шардоне, очень простое, очень легкое, летнее, как сказали бы Сомелье, с идеально сбалансированной кислотностью. И вот настолько летнее, что категорически захотелось на море и купаться. Тем не менее, вся книга в одном предложении. Сьюзан считает, что ум, творческий потенциал и тип личности, это второстепенные причины успешности. И поэтому истинный успех, по мнению Сьюзан, предопределяется способностью владеть миром внутри себя, эмоциями, чувствами, переживаниями и способностью идти своим путем. Эта концепция, выраженная в понятии эмоциональная гибкость, настолько впечатлила мир, что в 2016 году получила звание «Идеи года» по версии HBR. И, собственно, вся книга рассказывает о том, как стать гибким и как идти своим путем. Быть живым значит постоянно развиваться, но так уж повелось, что стремление к максимальному комфорту постоянно тормозит нас. Решение этой ситуации нужно выбирать смелость. Тогда мы будем продолжать развиваться, постоянно двигаться вперед и бросать самим себе новые вызовы. Смелость — это способность четко видеть и слышать свои собственные эмоции и отдавать себе отчет в том, что только вы управляете ими. Замеряете расстояние между какой-то эмоцией и реакцией вашей на эту эмоцию и понимаете, что вот в эту разницу между этими двумя величинами происходит все самое интересное, когда вы или можете управлять этой эмоцией и идете верным путем, или все пускается на самотек, у вас пелена перед глазами и дальше вы ничего не понимаете. Поэтому вот как раз в этом маленьком отрезке времени между эмоцией и вашей реакцией на эту эмоцию и лежит вся огромная работа и лежит вся ваша жизнь без страховки. Страховка — это так называемый альтернативный вариант. Второй тезис — жить без страховки. Страховка — так называемый альтернативный вариант, который мы зачастую выбираем для того, чтобы попасть из точки А в точку Б с наименьшими потерями, для того, чтобы завершить какую-то задачу, получить необходимое нам какое-то решение. Это свойственно 99% людей, потому что нашими поступками в подавляющем большинстве случаев руководит рацио, а не эмоцио. И Сьюзан задает прямой вопрос читателям, что за последнее время вы сделали такого, что вас напугало? Вот прям сильно. И это было не случайность, там собака выскочила из подворотни, а это было ваше осознанное решение. Опережая ответ большинства, автор говорит, что вероятно, никакая мысль в голову вам так и не придет, потому что люди склонны все время перестраховываться. Тем самым они лишают себя нового опыта, то есть мы с вами лишаем себя нового опыта, знаний, впечатлений. И страх легко заполняет вот эти самые пробелы в знаниях, он легко поддается оправдательным каким-то тезисам, и именно поэтому с ним нужно бороться. Жить без страховки – это тот самый выход из зоны комфорта, как мне показалось, но тут нет рецепта, что делать, когда вы вышли. Есть просто рецепт, как выйти. Отметайте первый вариант решения ситуации, которая подсовывает вам рацию, и ищите чуть более сложный. Ищите в том числе, потому что не бывает правильного и неправильного решения, это третий тезис книги. Вместо размышлений о том, правильно вы поступаете или неправильно, лучше потратите время на поиск соотношений потенциальных ответов, которые вы хотите получить, с тем, как вы представляете себе хорошую жизнь. Когда человек понимает, что для него важно, все неправильное, условно неправильное, отходит на дальний план самостоятельно. Книга как раз и учит тому, как понять и смоделировать образ хорошей жизни. Хорошая жизнь – это не про деньги, это не про квартиру или машину. Хорошая жизнь – это про то, что вы идете своим путем и кайфуете от этого. В книге есть крутой пример про то, что ежедневно мы принимаем множество мелких решений, там, идти пешком или ехать на такси, взять капучино или, например, выпить бокал хорошего вина. Почитать книгу или залипнуть на ролике на YouTube – это есть точки выбора, они определяют ваши главные ценности. Если внутренне все окей у вас персонально, то множьте эти точки выбора, делайте так, чтобы их было максимально много, потому что счастье – это как раз есть выбор действия. А если вы чувствуете дискомфорт, то меняйте точки выбора, ну, то есть принимайте противоположные решения, потому что только вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, если вы в точках выбора принятия микрорешений и делаете что-то, от чего вам плохо и дискомфортно, просто делайте по-другому. Так вот все просто. Ну, потому что правильно-неправильно в эмоциональном интеллекте не существует, зато существует внутренняя доброта. Четвертый тезис. Про то, как не сжечь себя в моменты выхода из зоны комфорта, смены ценностных ориентиров. Единственный, по мнению Сьюзан, способ – это быть добрым к себе в сложные периоды. Эмоционально мы так устроены, что очень часто начинаем винить себя и гадать, что если бы, а нужно было сделать вот так, а значит, это я сам виноват, значит, и недостоин. Как правило, такие вещи происходят по вечерам, когда свет уже выключен, вы приняли горизонтальное положение и готовитесь отойти ко сну. И вот тут вот, вместо того, чтобы проявить к самому себе сочувствие и понимание, начинается рефлексия и поиск виноватого внутри себя. Сьюзан называет такое поведение издевками мелкого внутреннего тролля. Ну, я вам скажу по собственному опыту и по опыту моих друзей, за которыми я наблюдаю, этот внутренний тролль иногда бывает не такой же мелкий. В очень многих ситуациях эмоционально нестабильных, там, потеря работы, разрыв отношений, смена каких-то крупных эмоциональных планов, нужно быть добрым к себе. Это те моменты, когда внутреннюю струну, задаваемую повышенной планкой требований, можно было бы ослабить и быть чуточку снисходительным. В общем-то, будьте внутренне добрым по отношению не только к другим людям, но и к себе. И при этом все время оставайтесь новичком. Основа эмоциональной гибкости, по мнению Сьюзан, это способность смотреть на все происходящее, как в первый раз. Мир постоянно меняется, он нам предоставляет постоянно новые возможности, и мы должны меняться вместе с миром. Если мы хотим получить максимум положительных эмоций, максимум опыта, максимум крутого пройденного пути, то нужно точно так же вместе с миром не жить в плену стереотипов, отказываться от старых мнений, формировать новые. И вот если у вас, кстати, есть дети, обратите внимание, какое количество времени они просто, безусловно, счастливы. Я когда заметил это, мне кажется, это поразительным открытием, или может просто повезло с ребенком, но 99% времени просто, безусловно, счастлив в любом состоянии. Может быть, это, кстати, еще и потому, что дети не научились достаточно хорошо, как мы с вами, копаться внутри себя, анализировать свои поступки и сравнивать. Вот сравнение, которое приводит к отчаянию, это реальный бич современного общества и один из любимых моих тезисов этой книги. Так получилось, что вокруг нас очень много контента, и этот контент, как правило, про успешный успех, и поэтому мы вынуждены, потребляя его, ставить знак равно или знак неравенства между тем, что мы видим и тем, что ощущаем внутри себя. Многие сравнивают себя с успешными людьми, расстраиваются и отказываются делать то, что еще недавно казалось вам таким клевым, интересным, перспективным. Отдельная беда в том, что мы не можем концентрироваться долго на каких-то задачах и постоянно скачем, и у нас клиповое мышление. Но очень часто нас подстерегает неуспех, еще и потому, что мы хотим быть как Цукерберг... Это австралийское вино. Мы хотим быть как Цукерберг или Белл, или Джордан, или Билл Гейтс, я не знаю. И... ну это же глупо. Никто не учится плавать, равняясь на дельфинов. И говорит, вот как круто плывет дельфин, я, значит, тоже так смогу. И прыгает с пирса в воду. Нужно быть теми, кто мы есть, а не отчаянно пытаться стать копией кого-либо другого. Умоляет нас Сьюзан. Я от себя хочу добавить, что во многих любительских видах спорта, которые сегодня так популярны и пропагандируются, например, там, атлетичный бег на длинные дистанции, полумарафоны, марафоны, философия такая, что ты борешься только с самим собой. И с собой вчерашним, со своим предыдущим результатом. Это и есть крутейший подход, если не отказа от сравнения, то, по крайней мере, приведение его к объективным меркам. Какой смысл сравнивать, как ты бегаешь относительно кипчоги, или сколько денег заработал по сравнению с Цукербергом, если ты вчерашний и ты сегодняшний. Вот две величины, которые у тебя есть. А еще есть твой путь, и счастлив ты на нем или нет. И есть точки принятия решений, и еще есть немножечко друзей. Второй, по моему мнению, крутой тезис в книге. Ну, в общем-то, он во многих нонфикшн-изданиях поднимается. Это тема, большое количество исследований в книге, согласно которым определенные шаблоны поведения — это вирусы. Они заразны точно так же, как простуда. И вот, например, Сьюзан приводит такой пример, что риск ожирения растет пропорционально количеству ваших знакомых с этим заболеванием. Вероятность развода выше у тех, у кого в окружении многие расстаются. Люди и их шаблоны поведения из нашего социального круга — это, в общем-то, такой маркер, сигнал, если хотите, того, что и нам нужно действовать примерно так же. Ну, это тезис, который кочует из книги в книгу про среднее арифметическое. Наверное, знаете про это, что вы — это и есть среднее значение 5-6 человек, которые вас окружают. Посмотрите, кто находится вокруг вас, и вы поймете, что вы как раз от них по чуть-чуть отщепнули. И если вы хотите поменять что-то в себе, то в первую очередь... Ну, это, конечно, тоже легче всего сказать, что нет, я сам-то ничего делать не буду, я вот окружение вокруг себя поменяю, как в том анекдоте, буду поближе к тем, кто любит парашютный спорт. А еще, кстати, «находить и хочу в надо». Это тоже очень важная штука про то, что вот эти вот микропринятия решений и вся эта череда маленьких моментов, в которых мы находимся неосознанно, она на самом деле очень легко корректируется. То есть микроизменения, которые мы вот вводим здесь и сейчас, выбираем вместо такси прогулку пешком и вместо бокала вина занятия спортом, то вот эти микроизменения, накапливаясь, способны превратиться во что-то очень колоссальное, большое и значимое. И чтобы начать это движение, нужно просто научиться находить крошечное «хочу» в каждом «надо». То есть не заставлять себя по-настоящему кайфовать от того, что вы делаете. Искусство вот этих маленьких шагов, при этом пить вино и быть счастливым, это и есть искусство выбора правильного пути, пути, на котором не остается другого выбора, кроме как быть счастливым. Это, кстати, единственная фотография на этом слайде, которую я оставил с прошлой презентации про эмоциональный интеллект. И именно на девятом слайде там тоже было про счастье, так уж как-то структурно эти книги выстроились. Молодой человек на этой фотографии, хочется мне верить, что в этот момент счастлив. Сьюзен говорит, что стремление к счастью несовместимо с самим понятием, с самой природой счастья. Чтобы быть счастливым, нужно просто быть. Это та самая концепция сиюминутного счастья. Пересмотрите, пожалуйста, два видео про эмоциональный интеллект. Там тоже много об этом говорится, что, в общем-то, анализ, поиск, необходимость жить в будущем, это все, в общем-то, прибивает счастье. Для того, чтобы быть счастливым, нужно просто им быть здесь и сейчас, безусловно, и у вас нет времени ждать. Как нет подходящего момента для начала своего бизнеса, как нет подходящего момента для начала спорта, нет подходящего момента для изучения новых языков или путешествий. Если вы не встаете, не делаете сейчас, он не наступает. Вот и все. И если вы ищете момент для того, чтобы развить в себе эмоциональную гибкость, то знайте, что вот на десятом слайде он наконец-то настал. Просто дослушивайте презентацию, дослушивайте подкаст. Если примете решение, переходите к книге, быстренько ее прочитайте. И, в общем-то, дальше уже развивайте эмоциональную гибкость в рамках своей обычной жизни, принятия микрорешений, исследования по тому самому пути бесправильного и неправильного, а по пути хорошей жизни эмоционально гибкой. Такими были быстрые очень десять слайдов книги Сьюзанны Дэвид «Эмоциональная гибкость. Как научиться радоваться переменам и получать удовольствие от работы и жизни». У нас осталось только три факта. Если вы слушаете все еще в первый раз этот подкаст, все... Ой, три факта. Три задачи у нас осталось. Три задачи, да. Их я обычно записываю в букнот. Это блокнот для осознанного чтения. Мы его придумали в «Читай быстро». Такой блокнот, в котором, если присмотреться к третьей фотографии слева, вы увидите специально разлинованные листы. Есть блок для того, чтобы вы выписывали из какой-либо книги факты. Потом на основе этих фактов вы можете формулировать задачу, размечать, что это была за книга, к какому жанру литературы она относилась. И в самом низу страницы вы еще можете почитать «Советы по скорочтению». На каждой странице они разные. Каждый букнот, он заботливо упакован в такой чехольчик. Есть два карандаша, чтобы вам было удобно писать в любой ситуации. Ну, в общем, это история про то, что для того, чтобы книга была полезной, основные мысли из нее должны быть структурированы. А после на основе этих мыслей должны быть сформулированы задачи, практические какие-то применения, действия, которые вы должны пойти и сделать, закрыть и, в общем-то, стать чуточку лучше, чем вы были вчера. Это вот, кстати, тоже история про постоянное сравнивание себя с собой вчерашним. Если у вас нет букноты или вы не хотите его покупать на сайте буква.info, то вы можете записывать всякие мысли и тезисы из книги и задачи, главное, из книги на любой поверхности или там в телефоне или в тетрадке. Но обязательно это делайте, потому что это действительно оставляет какой-то след после прочтения любой из книг. Мои три задачи из книги «Эмоциональная гибкость» это составить карту микрорешений в разрезе одной недели, отмечать, в каких ситуациях я чувствовал себя счастливым, в каких нет, и на стыке должно получиться то, чего мне не хватает и понимание, верным ли я иду. путем или нет. Второе, перестать сравнивать, вернее, не совсем перестать сравнивать, а выбрать для сравнения объективные метрики из одной системы координат. Проще говоря, сравнивать себя с самим собой же, только ранним или анализировать то, куда я хочу прийти и позволяют ли то, что я делаю сейчас, двигаться мне в нужном направлении и с запланированной скоростью. И третья задача, обратить внимание на окружение. А то действительно, согласно факту, который мы с вами разбирали, что-то я в последнее время стал поднабирать немножечко в весе, и вот как знал, что это вовсе все не из-за бургеров, а потому что просто дружу с полненькими, и вся вина лежит на них. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо, книга «Эмоциональная гибкость», которой мы закрыли трилогию книг про эмоциональный интеллект. Все три книги можете найти в описании, и большую статью про эмоциональный интеллект, про упражнения, тесты и вообще что это такое, тоже можно найти ссылку на нее в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, если вы это не сделали еще в самом начале, обязательно поставьте, пожалуйста, колокольчик, напишите комментарий, что вам не нравится, что нужно поменять, поставьте лайк, комментарий, подпишитесь на комментарий, в общем, все то, что вы делаете, когда приходите в YouTube. Если захотите проверить скорость вашего чтения, буква.инфо.рапид, у нас на сайте можно это сделать бесплатно, вам дается тест, ой, сначала текст, потом тест, и потом по результату выводится цифра скорости, и вы текст читаете на время, и выводится цифра скорости и осознанности вашего чтения, а еще можете получить советы по тому, как их улучшить, улучшить скорость и осознанность, и это все можно почитать в том числе на блоге, и про наши рабочие тетради, и про смарт-конспекты, и про букноты, и блокноты для осознанного чтения. Инстаграм.буква.инфо, может быть, там вам тоже будет интересно, визуальный контент, фоточки, и все такое. Хорошая была книга, хороший был Шардоне, на этом, пожалуй, с эмоциональным интеллектом временно все, через неделю будет новая книга, новая интересная история. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.